Я продолжаю рассказ о замечательных свойствах четырёх взаимокасающихся окружностей и шести точках их касания. В первой части этого урока рассказывалось о том, как по этим четырём взаимокасающимся окружностям построить четыре другие окружности, которые чудесным образом сами все касаются друг друга. Я напомню, как это было сделано. Мы взяли одну из четырёх окружностей, скажем, первую, и провели окружность через три точки касания, которые не лежат на этой окружности. Получили окружность один штрих. Потом мы взяли вторую окружность и провели окружность через три точки, не лежащие на окружности два. Получили окружность два штрих. Точно так же мы получили окружность 3 штрих и 4 штрих. И оказывается, в этом замечательное свойство шести точек касания, четыре полученные окружности снова касаются друг друга. Но как построить четыре взаимокасающиеся окружности? Многие из нас пробовали это в детстве. Рисовали три касающиеся друг к другу окружности, прикладывали три монетки друг к другу, так, чтобы они касались, и пытались поместить что-то круглое между ними. Как же это сделать? Совсем не всегда у нас это получалось на чертеже. Часто эта внутренняя окружность превращалась в эллипс, как-то вытягивалась. Задача на построение – это особый древний раздел геометрии. Еще древние греки ставили вопрос, как построить квадрат второго равноплощади круга единичного радиуса. При этом главная задача на построение – это указать, какими инструментами мы пользуемся. Построить при помощи чего? У греков и обычно и в наше время такими инструментами называют циркль, циркуль и линейку. У нас будут другие инструменты. В геометрии окружности линейка и круг неотличимы. Мы не умеем мерить расстояние. В геометрии окружности мы умеем проводить окружность по трем точкам и осуществлять инверсию, то есть симметрию между окружностями. Дальше мы и покажем, как с помощью этих операций построить четыре взаимокасающиеся окружности. В результате нашего построения мы сможем прийти к этому рисунку, на котором мы видим синие и белые круги. Среди этих кругов мы можем найти одну четверку, касающуюся друг друга окружностей, и вторую четверку, также касающуюся друг друга окружностей. Присмотритесь и попробуйте это сделать сами. Первый шаг построения. Мы отмечаем три произвольные точки А, Б, С и проводим через них окружность. Второй шаг построения. Мы отмечаем не лежащую на этой окружности точку Д и отражаем ее симметрично проведенной окружности. Тут мы чуть-чуть остановимся. На втором уроке мы рассказывали про инверсию, симметрию относительно окружности. Но на том уроке мы показывали лишь симметрию фигур. Что ж, точка, с точки зрения геометрии, это простейший случай фигуры. Все фигуры состоят из точек. А точка, это такая особенная фигура, у которой нет длины, ширины, высоты, толщины. Таких фигур в природе нет, но в геометрии все состоит из них. Итак, мы отметили точку Д и отразили ее относительно нашей окружности. Получили точку штрих. Шаг третий. Мы проводим окружность через А, Д и Д штрих. Шаг четвертый. Мы отмечаем произвольную точку Е и отражаем ее относительно недавно проведенной окружности. Получаем точку Е штрих. Шаг пятый. Мы отражаем точку Е штрих относительно первой окружности, проведенной через А, Б, С. Получаем точку Е два штриха. Шаг шестой. Мы проводим окружность через Е, Е штрих и Е два штриха. Теперь удалим с чертежа вспомогательные элементы. Точки, которые были важны для построения трех черных окружностей, но в дальнейшем эти точки не играют никакой роли и только загромождают рисунок. Мы построили три взаимно пересекающихся окружности. Где же здесь касание? Оказывается, шесть точек пересечения этих трех окружностей как раз и являются точками касания. Это совершенно удивительные три окружности. Они называются взаимно перпендикулярными. Перпендикулярность есть не только в геометрии прямых, но и в геометрии окружности. Она очень важна для эстетической геометрии. О ней мы будем говорить специально. Здесь же, замечу, мы впервые столкнулись с этим явлением, с перпендикулярными окружностями. Отметим шесть точек пересечения. Первая точка, точка А, у нас уже есть. Отметим остальные пять. Вот эти шесть замечательных точек, которые мы так часто видели. Это шесть точек пересечения трех взаимно перпендикулярных окружностей. Теперь мы проведем через них четыре касательные друг другу окружности. Как группировать точки, чтобы проводить через них окружности? Это можно делать на глазок. Начнем с проведения первой окружности, которая у нас уже была и называлась Д. Вот мы и закончили построение. Мы провели окружности Д, Б, С, А. Все они касаются друг друга. Что мы и хотели сделать. А теперь мы показываем, как через эти шесть точек можно провести другие четыре касающиеся друг друга окружности. О чем мы много говорили в первой части урока. На рисунке изображено все, с чем мы сегодня работали. Три больших синих круга и маленький синий круг в центре. Все эти круги касаются друг друга. Три белых круга, которые накрывают друг друга и вырезают области из синих кругов. Эти три круга взаимоперпендикулярны. Этот рисунок тесно связан со второй теоремой о шести точках, о которой будет речь идти в следующих частях урока.